Ну там ты шуешься или как-то по-другому отдачу, у тебя это чисто для телевизора? Нет, абсолютно нет, не замещая этого ничего, как правило. Ну хорошо, тогда по музыке. Значит, меня в основном интересует, как ты относишься к тому, что... Я так думаю, что музыка сейчас переживает очень большой кризис, вообще мировая. И, ну, идёт там повторение, может быть, там разработано в тот же стиле. Вот, и как ты ощущаешься на себе это давление? Ну я уже говорил по этому поводу много раз, что, в принципе, на самом деле это позитивный процесс, потому что вот эта формулировка Rock and Roll Мертв, которая была много раз сказана многими, скажем, выдающимися людьми в рок-музыке, и, в частности, ИБГ сказал об этом, до него, об этом сказал Бог Дилан и Джим Моррисон за 15 лет до Гребенщиковых. В принципе, я с этой формулировкой абсолютно согласен, но в следующем контексте. Дело в том, что сейчас заканчивается уже 20-й век, да, не говоря о том, что заканчивается тысячелетие, но заканчивается 20-й век. Рук-музыка возникла как электрический вид искусства с изобретением электрогитары, да. Началась она от простого симпатичного танца, и никто не предполагал, что это будет серьёзный вид искусства, в котором родятся и великие поэты, и великие музыканты, и великие исполнители. Вот делом, как ты знаешь, выдвинут на премию сейчас самую, самую большую, которая только существует в мире, в области поэзии, как раз. И, скорее всего, он эту премию Нобелевскую получит в этом году как поэт, как великий американский поэт. Вот. И как всякое серьёзное искусство, как классическая музыка, да, искусство рок-музыки, да, или рок-искусство прошло свой определённый путь. От бронзово-золотого и серебряного века, да, до своего логического завершения. Что имеется в виду? Что я имею в виду? То есть сформировались уже определённые... Она сформирована как стилево, во-первых. Во-вторых, она сформирована философски. В-третьих, она сформирована как вид искусства, который живёт по определённым законам. И эти законы сформированы. То есть развитие закончено, оно сформулировано полностью. И поэтому она умерла. То есть она стала классическим видом искусства. То есть в 21 веке родится новая рок-музыка. Она будет иначе называться, будет изобретена новая электрическая гитара или ещё какой-то инструмент. И появятся новые поэты великие, появятся новые музыканты. Но эта музыка нашего времени войдёт в 21 век уже как классический вид искусства. И уже старомодный вид искусства. И поэтому отношение к рок-н-роллу в дальнейшем будет видоизменяться. И оно сейчас видоизменяется уже всё больше и больше и больше. Кроме того, новые поколения, дети, подростки или вот сейчас ребят, которые 18-19 лет, они уже выросли в условиях музыки. Точно так же, как мы выросли когда-то в условиях радио или первых телевизоров. Это для нас было абсолютно нормально. Не революционно. Вот и всё. Поэтому это совсем даже неплохо. Потому что, в принципе, как классическая музыка, как балет, как театр, как кинематограф, который тоже умирает. Потому что рождаются новые аудио-визуальные какие-то возможности с приходом компьютеров, с приходом сетей интернета и так далее. Следующих сетей, которые будут изобретены, они неизбежно родят новые формы искусства. Новая форма искусства подразумевает, может быть, развитие. Да, конечно. А вы, например, гейв сейчас, это форма искусства или это остановка? Нет. Дело в том, что мы говорим о таких достаточно специальных вещах. Поэтому мы вернёмся просто тогда в двух словах к формуле развития искусства. Оно синусоидальное. Это уже, в принципе, доказанная теория. Ну, то есть можно принимать как аксиому, может принимать как теорему. И доказательств можно найти миллиард. Но есть только одно, что да, всё начальное. Существует начальная точка развития, дальше идёт пик, после пика начинается спад. Потом идёт нулевой процесс, да, математически, если рассуждать. Идёт маленький нулевой процесс, нуля, опять идёт что-то вверх. А когда возникает нулевой процесс, тогда возникают суррогатные формы искусства. Если мы вспомним рубеж 70-х и 80-х годов, возникло между, после того, как умерла, собственно, или была исчерпана идея тяжёлой хард-роковой музыки, ещё не появились металлические, ну, хэви-метал направления, да, или экстремальные направления, как сейчас в тяжёлой музыке. И, да, и стала только-только появляться новая волна, да, там, Police группа, там, Sex Pistols, да, ну это панк музыка, там, ну я не знаю, там, Madness группы, которые стали только разрабатывать и вот эти новейшие стили, которые потом стали называться новая волна, у них было 2-3 года, когда появилась вот эта суррогатная музыка, которая стала называться диско, которая была не рок-музыкой и не эстрадой в чистом виде, которая взяла от рок-музыки какие-то рифы определённые, определённую энергетику, но положил туда такие, в общем, сопли в шоколаде, что это называется. Сейчас та же самая ситуация, то есть, когда исчерпывается формула, форма большого искусства, возникает определённый суррогат, это всегда нутс, 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 нутс. То есть, это то, что нужно для ноги, для ног. Танцевать и так далее, это абсолютно неплохо, потому что и эти формы суррогатные, они, в принципе, как бы сопутствуют, но возникновение для ног. Да, до 70-х годов, после того, как была в 50-е годы, да, эпоха Твиста, да, эпоха Твиста, а потом пришла эпоха, и это была ещё бит-музыка, а потом пришла в 60-е годы рок-музыка, да, которую сделали Битлз, Роллинг Стоунс и так далее, первая группа, которые сформулировали рок-музыку вообще в целом, что она себе, появилось маленькое-маленькое время, которое называлось Шейк. Это тоже был абсолютный попс. Это был не Твист, и это был не ещё не рок. Это был суррогат. Очень симпатичный суррогат мелодический. Вот и всё. Поэтому они всегда возникают. Если мы будем двигаться назад, 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 мы всегда, причём в любом искусстве, не имея, если мы абстрагируем сейчас, в общем, в чистом виде от музыки, вообще возьмём любую форму искусства, мы увидим точно те же самые тенденции, потому что искусство вообще живёт по этим законам. Всегда возникает это. Это такие очень маленькое, короткое время занимающие вещи, когда происходит кризис в искусстве. Но в святом месте места пусто не бывает, поэтому голова всегда заменяется ногами. Понимаешь? То есть, как тебе сказать, душа заменяется физиологией. Это тоже неплохо. Знаешь, спорт – хорошая вещь. Ну, вообще-то правда. Хорошо. Полезная для здоровья, по крайней мере. Дарья, а как к своему творчеству ты относишься? Считаешь ли, что через 20-30 лет, например, те песни, которые ты сейчас исполняешь, сочиняешь, будут вспоминаться или как-то слушаться? Как ты вот Мишу своё как-то определил вообще? Считаешь ли, будут помнить тебя через большой промежуток времени? Ну, я думаю, что, конечно, от этого никуда не денешься. Потому что, если уж там я или, так сказать, мы… Ну, хорошо, я. Но группа… И не буду ни носить, ни иметь никакого значения для людей, которые будут молоды. Так будут поколения, да, через 30 лет. Моими, если для них ничего не будет звучать, через 30 лет будет ещё жить очень большое количество моих сверстников и людей, которые там помладше меня, да, которые там застали. И очень большое количество… люди сентиментальны в большинстве своем. И склонны к ностальгии. Вот, поэтому даже с точки зрения ностальгии, да, с точки зрения ностальгии, как вы, знаешь, родители слушают Утёсова, Жульженко. Так же и нас будут слушать. От этого никуда не денешься. Это замечательно, в общем. Я думаю, что… Как рукописи не горят, так и пластинки наши тоже никуда не денешься. Хорошо, а вот когда ты сочиняешь музыку, ты… Первичность у тебя идёт от текста или от музыки? Я стихи пишу, да. Ну, обычно это стихи. Обычно, всегда стихи, но, как правило, это всегда смывание с какой-то. Или очень часто. Вятное, да? А вот я вчера на концерте какие-то нотки народной музыки услышал. Вот как ты в фолк-музыке, в нашей отношении вообще мировой? Вот, потому что многие сейчас идут, как бы, от корней, пытаются, ну, или получают вдохновение. Как вот, если есть у тебя там? Есть ли? Ну, конечно, потому что, скажем, я русский, и всё, что во мне там хотел бы я отнекиваться или не хотел бы я отнекиваться, всё равно это во мне есть. Тысячелетиями заложено моими предками в меня. Называется генетический код. Вот и всё. Поэтому он начинает работать в определённое время. Хочешь ты этого или не хочешь. Поэтому интонации, там русские интонации, там украинские интонации, японские интонации, или там какие-то ирландские интонации, да, китайские интонации, всё равно, в людях искусства и в носителях определённой этнической культуры они всё равно существуют. Вот и всё. как мы безошибочно можем зачастую определить двух стоящих людей сказать вот этот немец а вот этот там типа американец мы же не отдаем себя что-то почему у нас срабатывает определенный генетический ход и мы угадываем вот и все поэтому я не являюсь просто исключением вот я никогда не делал этого специально просто этого не есть и я очень люблю говорят народные песни да скорее люблю такие ну конечно не народные все эти песни народную музыку такую уж совсем деревенскую совсем такую что ли не не у которых телевизору не показано пластинках не исполнили когда бабушки поют в деревне в деревнях когда сидят там за столом или знаешь когда собирается родня вдруг начинает петь но помимо там виноваты ли я и ты же меня пидманула вдруг начинают какие-то песни пить вот например папа рязанский значит нам скопская вот и значит вот когда родня начинает петь какие-то там песни которые вот оттуда с рязани там этот город появляется всегда очень трудно вот это не где-то люблю конечно души на самом начале хорошо вот я так понял что ну не знаю на вопрос такой обстрагируешься ты от ритм блюза все такие в первую очередь потому что вот группа у вас такая духовые и клавиши и барабаны и в принципе ритм секция очень настроена на ритм блюз изначально а потом ты развиваешь какие-то же темы я не никогда не думал о форме по крайней мере последние лет десять я не думаю о форме это точно вот поэтому интонации существует миллион всяческих поэтому ну скажем если говорить там по той же песни там скоро поезд придешь и часов и 3 плюс причем чистый классический ритм блюз есть даже такой в ритм блюзе понятие это называется рэйвэйсон железнодорожная песня такое понятие есть как будто поезд стучит и эта песня точно так же сделано он просто появился на как риф эта песня целый как бы даже не задумываться я просто понял что да это как бы все нормально когда сережки сереже воронов пришел значит со мной записывать альбом он готовит и написал классическую блюзовую песню будет просто чистая классика это само собой происходит об этом не задумываешься просто и все скажи гарри пожалуйста а вот хватает ли тебе время сейчас слушать музыку других исполнителей и как западный как и так и наши и кого бы ты например выделил если время то слушать а в принципе старомоден как бы в своих пристрастиях поэтому у меня есть фонотека определенная мне скажут что она очень большая но и не маленькая поэтому слушаю если я что-то слушаю то я слушаю определенные какие-то вещи которые хочу послушать знаешь как книги читать вот я хочу прочесть эту книгу или перечесть вот если говорить о современной каких-то новых группах могу сказать что меня что-то потрясло за последние несколько лет вот хотя в принципе я как-то слушаю современную английскую волну не могу сказать что это очень как-то только дорога да мне нравятся экстремальные команды современные в принципе нравится да неплохая команда неплохая команда да очень неплохая группа но в большей степени у меня уже сын подрос на и он как раз такую музыку слушает поэтому когда он там приносит там всякие напаундеты там пантеры и так далее вот как бы я и слушаю так специальные это а из советских как бы канал наших ну мне кажется что все движется довольно ровно интересных как бы таких команд которые опять же сильно меня как бы могли изменить как-то или как-то заставили задуматься нет таких не существует а старая гвардия а старая гвардия ровно достаточно то есть жив тебя не удивил джаз нет нет абсолютно не удивил я как раз когда кости сделал этот альбом я сразу не скалку сети поздравляют и сделал зрелый альбом сделал зрелый альбом из тебя очень потому что наверное есть этап их жизни у каждого из нас и наверное стоит делать такие вещи тем более то вещи достаточно в общем откровенную на то есть которые сделаны не специально и сделаны не не ориентируясь на какие-то коммерческие целесообразности какой-то взлет популярности так далее сделано как потребность поэтому вот эти вот тихие мужские мысли до спокойные без патетики тогда или ипотажа или такой какой-то мощной подачи а поданы как-то иначе они мне как-то больше больше что меня волнует просто то что они спокойнее а значит глубже а для меня поэтому не скажем всегда так интересен гребенчик взирая на то что я очень сложно отношусь к музыке но он не всегда бесспорно интересен каждую альбом не теряюсь потому что как раз наверное бога пришел к тому вот к этому спокойствию когда уже когда уже он может себе позволять позволить на выражать свои собственные там мысли да или какие-то чувства так как он хочет это все не ориентируясь вообще не на что не обращая внимание на что это относительная свобода конечно неполная все равно это свобода значит надежда вот поэтому и сейчас саня скляр сделал очень спокойно альбом его на самом деле никто же из нас не является исключением все музыканты в мире в конечном итоге приходят к этому это иногда бывает как пара какая-то небольшая потом пять люди возвращаются к своим стилям которые они больше всего любят да 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 или же они как-то изменяются становятся мы вспомним брюса спрингстона того же которую я очень люблю который очень энергичный до человеку не очень энергичная музыка всегда и вдруг он на несколько лет он стал в течение там двух-трех лет он стал петь очень сдержанно очень спокойный балладные песни которые просто показали совершенно замечали просто поразительного поэта и мелодиста и совершенно с другой стороны потом опять вернулся к своим таким рок-н-ролль нам отвязанным совершенно еще это очень здорово скажи а вот мы в молодости любили тусоваться конечно вот как ты сейчас к тусовкам музыкантам относишься устал усталость есть это скопление я такой я не могу скажи я такой общественный человек но крайне редко может любить вот нет ну наверное это нужно потому что там скажем тусовка же это же наше слово сейчас просто перекочевала стала совершенно другим и носит другое значение когда-то там в конце 70-х годов ходил замечательный переговор замечательный типовская поговорка что концерт вторичный первичную тусовку или там рок-н-ролл пройдет а тусовка вечно сейчас это все по-другому вот я понимаю что говоришь в другом контексте поэтому нет нет просто ну как бы неинтересно задарма есть не очень тоже люблю может поговорить не о чем и так далее просто с возрастом приходит может быть какая-то ну то есть хочется уединенности может подумать а тусовка на сути как-то все одно и то же и так далее ну наверное ну может быть и это тоже но в принципе да это просто изначально неинтересно сам по себе не интерес потому что незнакомые люди с которыми говорит не о чем какое-то помещение в котором зачем находиться если не хочешь находиться вот и все такое бессмысленное передвижение в пространстве глупое достаточно просто неинтересно скажи пожалуйста вот существует такое мнение что рок-н-ролл вернее человек рок-н-ролла как-то живет как на войне то есть ранний уход из жизни подвержены музыканты ну знаю многих людей именитых и у нас в стране много людей уходили сами даже из жизни как ты к смерти относишься вообще вопрос можно как я отношусь к смерти как может относиться человек к смерти крайне отрицательно вот именно смерти не своей а близких людей которые сами решили как же морис ну вернее не джиму корс колбей корс кб есть такая такое мнение что он ушел потому что устал именно от этих ссор и нет на самом деле никому ничего не известно я думаю героин здесь виновен во всем вот отношусь как я к этому человеческий очень жалко очень жалко людей у нас мало тоже ребят дофига который уже мертвец и да вот человеческий жалко как скажем христиан да я к этому отношусь крайне негативно потому что в общем не только не богу угодно поступок на другой стороны как ни странно над моим это общем такая самая большая мерзость которую человек на мой взгляд может сделать по отношению к людям которые его любят вот и все потому что после смерти не остается ничего того кто умер остается только те люди которым по гроб жизни с этим идти это все это ужасно скажи пожалуйста украинские группы или какие-то исполнители тебе известны вообще карты что у нас движется но я знаю только ваши команды прежние на уже известны братья гадюкина и он каша очень хорошие команды они всегда нравились мы здесь в киеве много раз играли вместе в россии тоже на каких-то фестивалях встречались мы всегда без спора нравились киевские команды всегда были самобытные не было свое лицо также как это питерский группу свердловского клуба до московской волны поэтому киевских команд тоже сам так и свое всегда был этническое отличие всегда были интересны для меня они очень нравится больше всего мне нравится в вот и мне кажется что вообще они здорово выросли за последние годы я не был на концерте к сожалению 25 в москве был концерт за как оба нова не смогла не попасть вот но недавно программа у нас показала концерта его посмотрел и мне очень что я не видел команду уже несколько лет пять точно и посмотрел когда наша команда не теряет а наоборот набирать останутся наш становится опытные знаешь когда уже люди опытные и матерые это видно и всегда очень здорово хорошая группа очень молодых кому соответственно конечно но это время может быть извини у нас у вас вернее мало времени для последний вопрос ну так что ты пожелаешь вообще киевлянам и украинским может фанатам гаррика они в общем-то очень тебя любят здесь ты довольно очень популярен своей группы вообще про свою группу два слова сказал так что грубо неприкасаемый все-таки вчера вместе с тобой отыграл очень хороший концерт что в дальнейшем в дальнейшем в дальнейшем носил сказать о ребятах мы играем так много лет вместе что же женышка когда тот возраст когда уже какие-то дрязги заканчиваются в нашем возрасте смешно и глупо терять друзей в юности в детстве можете подошел ты и все и так далее здесь уже все сложилось какие другие отношения я ребята люблю и они мне платят тем же что касается что же мы будем делать мы сейчас будем в ближайшее же время сядем на студии могу писать музыку к моему фильму вот и выпустил как саундтрек картине будет альбом как называется кризис средний вот значит мы запишем этот альбом осенью может быть мы сядем писать на прикасаемый часть 3 тоже в принципе же материал давно давно готов но у нас у меня большей степени конечно нет не было времени пока нет на то чтобы сесть его записывать в принципе вот такие вот это основные основные планы вот это такие я не думаю что у нас ближайшее время будут концерты какие-то в ближайшие пару месяцев может быть будет один-два концерта ну все мы заняты картины наверное с осенью опять будем активно концертировать вот у нас тогда ждем в киеве потому что редко удается в москву сейчас попасть картины вот я вам кино привезу если покажу большое спасибо за концерт мне за что всем понравилось и желаю успехов и в кино и в первую очередь в музыке спасибо большое спасибо 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 нет ты слушаешь полчаса до того каком автобусе мы уже едем что мы едем хочу в такую раду куда мы едем мы же пол пятого визжи танюш или в 4 не ну ты мне скажешь ты мне скажем в полпятого сейчас вместо времени члены начался я с вами в автобусе не каждый день приходит я здесь я 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